Спасибо, мадам чир. Спасибо, мадам чир. Спасибо, мадам чир. Также хочу отметить, что последние два года мы видели примеры, когда государство участник просто не отвечало на наше предложение представить информацию в комитете. Это дело 2235-2236 2013 года, 2239-2013, 2247-2013. И по любому определению отсутствия сотрудничества отказ от ответа на приглашение комитета отреагировать на сообщение – это форма отказа от сотрудничества. Поэтому мы были бы признательны, если бы государство участник наладило взаимодействие с комитетом и по процедуре, и по этим конкретным сообщениям. Теперь я хочу перейти к вопросу номер 31. Госпожа Бадавар, уже остановилась на основных проблемах в отношении того, как свобода собрания реализуется в Беларуси. Об этом также сказано в списке вопросов. У нас есть озабоченность относительно режима выдачи разрешений. Мы считаем, что необходимо использовать просто режим уведомления. Госпожа Бадавар уже пояснила, почему нынешняя ситуация неадекватна. Мы пока не получили конкретных ответов по условиям выдачи разрешений на то, что говорилось относительно заключения соглашений со службами очистки, со службами безопасности и так далее в случае организации массовых мероприятий. И другие вопросы, которыми занимался комитет в связи с рядом сообщений относительно пропорциональности мер ограничения. И по времени, и по месту для осуществления права на свободу собрания. Но также я хочу остановиться на ответах, которые представила государство-участник относительно отступления от условий выдачи разрешений. Одно дело это использование режима разрешений, его имплементации. И с другой стороны встает вопрос о том, какие меры являются пропорциональным ответом на отступление от режима выдачи разрешений. Или проведение пикета, не направляя запроса на выдачу разрешения. Мы уже выражали обеспокоенность в конкретных случаях ранее. В связи с тем, является ли применение полиции для преднамеренного рассеяния демонстрантов, применение уголовного законодательства в отношении демонстрантов и применение административного законодательства в отношении участия в демонстрациях. В конкретных случаях, которые были доведены до нашего сведения, пропорциональность этого ответа со стороны государства-участника ставится под вопрос. В любом случае, это является покушением на свободу собрания. Мы считаем, что Конституция Беларуси также предусматривает, что весь режим выдачи разрешений и выполнения этого режима или уведомительный характер национальный на содействие свободы собраний, а не на подрыв этой свободы. И это не является абстрактным понятием. Как говорил господин Макамуза, мы обеспокоены по поводу связи между чрезмерным ограничением свободы собраний и способностью свободно участвовать в общественной жизни для оказания влияния на мнение общественности. Если лидеры политической оппозиции обязаны проводить собрания там, где их никто не услышит или никто их не увидит, допустим, на отдаленном стадионе в Гомель, мы считаем, что это является эффективным подходом к реализации права на свободу собрания и также не помогает политическому участию. Мой конкретный комментарий в интересах времени. Я был бы признателен, если бы государство участника пояснило, при каких обстоятельствах уголовное законодательство применяется в отношении организаторов массовых мероприятий и были ли случаи в последние годы, когда уголовное законодательство применялось в их отношении. При каких обстоятельствах требуется от организаторов массовых мероприятий подписание вышеупомянутых контрактов, которые предусматривают предоставление специальных услуг? Мы, конечно, обеспокоены по поводу запретительных расходов, на которые вынуждены будут пойти организаторы для получения разрешения на проведение этих мероприятий. И с обеих сторон этой ситуации нам не совсем понятно, почему пикет части одного человека требуется выдача разрешения. Если мы правильно понимаем, более тысячи человек фактически не могут, не имеют права собираться согласно действующему законодательству. Если я что-то неправильно понял, говорит оратор, поправьте меня, пожалуйста. Госпожа Водоваль также говорила о вопросе по поводу спонтанных мероприятий, поэтому по этому поводу хотелось получить пояснение. Перехожу к конкретным инцидентам. Мы получили информацию от Международной амнистии, Amnesty International, по поводу дела господина Дмитрия Поленко, который Международная амнистия рассматривает как узника совести. Он был арестован после участия в том, что Международная амнистия писала как мирный протест, который состоялся 29 апреля 2016 года. Он протестовал против ограничений в отношении велосипедистов. Можете ли вы пояснить комитету, при каких обстоятельствах он был задержан? И также высказывалась озабоченность относительно обращения с ним под арестом. Говорилось о том, что он содержался в одиночной камере. Были также проблемы относительно состояния его здоровья. Были бы признательны за пояснение в этом отношении. Далее также существует озабоченность относительно запретов государств и участников в организации мероприятий День свободы и День мемориала. Почему эти даты, эти мероприятия были ограничены? Госпожа Абранс Керринс уже затрагивала мартовский процесс 2017 года, а также превентивные задержания и аресты, которые имели место в ходе этих дней. Я не буду повторять уже поставленные вопросы, однако мы получили информацию, у которой выражается озабоченность по поводу насилия со стороны полицейских при разгоне этих мероприятий. Один человек был задержан, оказался в условиях предварительного содержания. Предварительное содержание было совершено в его отношении. Ему было причину увечья, получил ранение в голову. Знает ли об этом государство? Было проведено расследование. Каковы итоги? Жестокое обращение со стороны полиции. Также поступала информация предположительно о том, что в 177 протестующих, которые были приговорены согласно Кодексу административных правонарушений, не все из них получили доступ к адвокатам. И это, безусловно, ставит перед нами вопрос о справедливом разбирательстве. Теперь перехожу к вопросу 32. Это свобода ассоциации. И здесь я признателен за информацию, которая была представлена. Как представляется, был определенный прогресс в том, что касается регистрации профсоюзов, профсоюзных организаций. Но в целом здесь также существует обеспокоенность о том, что сам закон в общественных ассоциациях с его поправкой недостаточно содействует осуществлению права на свободу ассоциации. В нем содержится целый ряд ограничений, в частности, по количеству основателей, использование места жительства как места регистрации ассоциаций. Сборы за регистрацию ассоциаций также, как представляется, весьма высоки. В этой связи встает вопрос о том, может ли государство пояснить, почему такие условия являются необходимыми. Являются ли они пропорциональными для баланса прав государства обеспечения порядка транспарентности с одной стороны, но с другой стороны необходимо также соблюдать и право на свободу ассоциации. Мы были поражены, когда мы встречались с представителями гражданского общества, которые присутствуют здесь, и когда мы услышали, что практически нет юридических ассоциаций, потому что они не соблюдают действующие требования о якобы стране. И мы хотели бы узнать, какие нормативные рамки существуют у вас, почему организации гражданского общества не могут зарегистрироваться. Далее, в своем докладе вы ответили на конкретный вопрос, который мы задали в связи с двумя ассоциациями. Ламбада, к примеру, задавался также вопрос по весне. По Ламбаде вы говорили о том, что они не отвечали адекватным требованиям ассоциаций. Можете ли вы представить дополнительные разъяснения относительно того, какие условия не были соблюдены? Более конкретно, вы также сказали, что ассоциация не указала на деятельность по социализации, нацеленные на развитие молодежи. Нам не совсем понятно, что подразумевается под этим. Я могу себе представить, что это вряд ли следует рассматривать как общие условия. В Беларуси все ассоциации, не все ассоциации обязаны выполнять такое требование. Что касается организации, ясно. Я был бы признателен за дальнейшие пояснения, почему она не смогла зарегистрироваться. Также есть организация под названием Пакта. Довольно парадоксально, потому что эта организация занимается реализацией заключения этого комитета, но она не смогла зарегистрироваться в 2014 году. И здесь определенный порочный цикл формируется. Мы, как правило, опираемся на гражданское общество, которое мы рассматриваем как движитель, содействующий реализации прав человека. Если гражданское общество не имеет возможности закона вести работу по продвижению прав человека, таким образом вы не создаете условий гражданского пространства, в котором формируются удовлетворительные условия для их работы. Теперь в том, что касается... Пара заключительных вопросов относительно иностранного финансирования. Этот вопрос уже поднимался в ходе обсуждений. Насколько я понимаю, иностранное финансирование. Здесь было отмечено определенное изменение после декрета президента в 2015 году. Можете ли вы представить дальнейшие пояснения в отношении того, какая логика лежит в основе режима, который ограничивает использование иностранных финансовых средств для финансирования работы организаций, собраний или ассамблей? Почему гражданское общество не может использовать иностранные средства для этих целей? И, может быть, вы можете представить нам какую-то информацию по поводу статии 369, в скобках 2, применяется ли он на практике? И последнее, по поводу прав профсоюзов. А, прошу прощения, у меня еще два вопроса, два дополнительных вопроса. Итак, по поводу профсоюзных прав в интересах времени просто хочу отметить, что мы рассмотрели заключение Комитета МОД по свободе ассоциаций в 2016 году и в 2017 году после работы комиссии по проведению расследований. И они поставили вопросы относительно препятствия на пути регистрации профсоюзных организаций, ограничения права на завоостовку, вмешательства в деятельность профсоюзов и более конкретные проблемы по поводу заключения коллективных договоров. Знаете ли вы об этих отчетах и есть ли у вас какая-то дополнительная информация по поводу того, как правительство рассматривает эту информацию? Что касается политических партий, условия для создания политических партий, я здесь выскажусь коротко. Действительно ли, что не создавалось политических партий в Беларуси с 2000 года, несмотря на ряд попыток зарегистрировать некоторые партии? Это все, что касается моих вопросов. С нетерпением буду ждать ваших ответов. Спасибо.